Здравствуйте, Ромео Ройнович. Вы баллотируетесь от 34-го, 2-го Ткуарчайского округа. Первое, с чего хочется начать, вы по сей день работаете в Министерстве соцсобеспечения и демографической политики. Это ваши прямые обязанности. Мы все прекрасно знаем о том, что энное количество лет подряд в Ткуарчайском районе наблюдается отток населения. Как решать вопрос с демографией? Проблема с демографией сегодня в Абхазии стоит очень остро. Пути этого решения, конечно, они разные, но в первом чтении закон о демографии был принят парламентом. Теперь мы ждем дальнейшего принятия данного закона. Сама демография – это не только рождаемость, это и причина смертности, проблемы с трудоустройством населения. То есть все социальные проблемы, они с собой влекут все демографические угрозы, которые мы сегодня имеем. Что касается демографической угрозы именно данного округа Ткуарчальского, да, на самом деле отток молодежи наблюдается, естественно, ввиду того, что нет работы. То есть они работают как бы в госорганах, которые работают в данном районе, то других рододеятельностей работы нет. Естественно, молодежь уезжает с города, и в районе остается в большей мере население более преклонного возраста. Ввиду того, что у нас сегодня поздние браки заключаются, то вот те молодые семьи, которые проживают в городской черте, хотя они, возможно, могут позволить воспитать себе двоих, троих и более детей, в основном воспитывают одного или твое их. А вот многодетные семьи у нас в основном это те граждане, которые проживают в сельской местности. И, естественно, сегодня тенденция рождаемости у нас в Абхазии, конечно, повысит уровень демографии, то есть население и так далее, это очень тяжело. Для стимулирования молодых людей сегодня, воспитывая более троих и четверых детей, вот есть проект «Развитие демографии в Абхазии» программа, она подразумевает исполнение данного закона, который был принят в первом чтении. Для меня город Кварчал в сердце занимает огромное место. Это мой родной город, и все, что связано с ним, для меня достаточно болезненно. Как сегодня решать вопрос сельского хозяйства, туристической сферы? В последнее время мы наблюдаем, что все-таки туристы начали посещать, но есть ли сегодня условия для того, чтобы сегодня турист, который хочет увидеть всю Абхазию, приехал и в город Кварчал? Город пережил блокаду, и послевоенные последствия по сей день, заезжая даже в город, они видны. Если честно, даже порой думая, заезжая в Кварчал, что война не закончилась еще, или она буквально год или два назад, вид города такой. Естественно, город нужно восстанавливать. Сам город требует огромных вложений и инвестиций. Если туда нужны инвестиции, это однозначно. Это один момент. Второй момент. Что касается туристической отрасли в данном районе, там есть исторические объекты. Достаточно много достопримечательностей, которые можно посетить. Да, их нужно восстанавливать. К ним нужно подвести, в первую очередь, инфраструктуру дорожную. То есть, там нет дорог. Вот, например, в селах в Агубеде есть бедийский храм. То есть, достаточно со своей великой историей, то есть, исторической. Но тяжело добираться сегодня туда туристу. Даже туристические компании, наверное, вряд ли захотят, да, как будто выбрать данный маршрут, так как эти инфраструктуры. Если эти все моменты прорабатывать и восстанавливать все исторические объекты, которые есть в данном регионе, то почему бы и нет, и туриста также можно туда привлечь. И эти туристы будут также ехать туда и посещать данные места. А говоря о сельском хозяйстве, как сегодня можно поднять сельское хозяйство именно в этом районе? Есть ли какой-то план, может быть? Те культуры, которыми занимаются сегодня крестьяне в селе, это цитрусовые культуры. Вот, нужна им поддержка. То есть, поддержка даже в той же реализации тех продуктов, которые у них, допустим, там, при усадебном или участке. У них сегодня нету сбыта элементарно. Вот, нужно найти, установить сбыть, чтобы у них был. А также разрабатывать точечные программы, которые помогут развиваться сельскому хозяйству. То есть, земли плодородные, земель хватает, но необходимо оказать крестьянам помощь для того, чтобы они уже на этих землях могли что-либо выращивать. Вот, когда сегодня видим, что те культуры, которые могли бы мы здесь у себя выращивать, да, и поставлять свой рынок, сегодня у нас мы в основном за рубежа закусалку производим. И на наших прилавках сельскохозяйственные продукты, те самые, которые бы мы могли, но они все у нас не местного производства. Без государственной поддержки сегодня на селе тяжело будет развить сельскохозяйственную культуру. Я все-таки пытаюсь отслеживать предвыборную кампанию в городе Откварчал и знакомлюсь с программами. Чем ваша программа отличает? Что вы можете мне сказать, чтобы я вам поверила? Со своих оппонентов, коллег скажу так, все достойные ребята. Чем моя программа от других отличается? У меня большая программа ориентирована на социальную сферу. Да, сельскохозяйство у меня также в программе присутствует, но это присутствует в плане программ и нормативных баз. Социальная у нас сегодня пенсионная реформа. Она назрела, она необходима, она нам сегодня нужна. Не то, что она сегодня, она нам давно уже была нужна, так как нужно было ее принять. Я понимаю, это финансовая нагрузка на государство, но при этом несправедливое отношение к пенсионерам в отношении выплат. Весь мир сегодня, во всех странах, все приняли эту пенсионную реформу, так как это справедливо, это необходимо, это должно быть. О чем именно речь идет? О каких поправках? Вот сегодня, например, в Абхазии около 50 тысяч пенсионеров. Из них 40 тысяч пенсионеров по сей день назначаются им выплаты еще по СССРовскому закону о пенсионном обеспечении граждан СССР. Этот закон уже устарел, то есть его нужно уже кардинально менять. Объясню разницу, в чем она происходит. Вот сегодня пенсионеру необходимо наработать стаж определенный для назначения пенсии. То есть, если пенсионер сегодня проработал 10, 15 лет, 20 лет, у него выплата в твердой форме установленная. То есть расчет производится только в установленных суммах. Сегодня в Абхазии не берут расчет его трудового стажа. То есть, как таковых страховых пенсий у нас нет. У нас сегодня пенсионный фонд проплачивает социальный вид пенсии, страховые и государственные. Хотя пенсионный фонд не должен оплачивать государственные и социальные. Это иные источники должны оплачивать. Пенсионный фонд должен оплачивать только страховые взносы. Для назначения пенсии нужно 6 лет. То есть проработал более 5 лет, то есть уже назначается, можно идти за назначением, когда уже при достижении 55 у женщин, у мужчин 60 лет, то можно получать пенсию. Человек, который проработал 30 лет, к примеру, и тот, который проработал 5 или 6, то есть у них одинаковый размер. Это социальная несправедливость происходит. Что мы предлагаем пенсионной реформе? Человек работает, пенсионный фонд производит отчисления по достижению пенсионного возраста. Ему не нужно будет бегать по всем организациям, где он работал, собирать справки, подтверждать свой трудовой стаж, как сегодня это происходит. То есть если в архив не сохранился, то не может предоставить трудовой стаж у пенсионера, то есть проблемы с назначением пенсии. А тут вместе с пенсионной реформой также предусматривает персучет граждан. То есть при персучете вся информация работника хранится в пенсионном фонде. То есть ему никуда не нужно идти, он проходит с назначением пенсии в пенсионный фонд, где вся его трудовая деятельность, она вся отражена, все начисления и так далее. То есть уже сам работник будет стимулирован к тому, чтобы он работал так, как уже на выходе, уже на пенсии, то есть у него от его трудовой деятельности будет зависеть его размер. Так что пенсионная реформа, я думаю, это в ближайшее время в любом случае его примут. С какой инициативой вы выйдете в парламенте в первую очередь, если вам предоставится такая возможность? В первую очередь хочется все те социальные проекты сегодня, которые мы хотим реализовать, то есть эти все проекты уже на законодательном уровне реализовать все в парламенте. Много нормативно-правовых актов, которые нужно принять. Это в трудовом законодательстве, много законов должны для регулирования трудового законодательства, необходимо принять много законопроектов. Реформирование, одним словом, которое сегодня необходимо. Да, оно сегодня необходимо, его нужно проводить поэтапно, то есть идти к этому нужно, так как у нас, в принципе, времени ждать нет. У нас есть сегодня и сейчас, то есть мы начнем это делать, значит, впереди уже что-то ждет нас на хорошее в любом. Спасибо большое за беседу, я желаю вам легкой предвыборной кампании. Спасибо. Вам также желаю здоровья всем и благополучия. В любом случае, кто бы ни прошел парламент, впереди нас ждет. Процветание-то однозначно. Продолжение следует...